Доброе утро, дорогие друзья! Шаво а то всем! И мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона с комментариями Малбима. И мы уже находимся на 20-й главе. В 20-й, можно сказать, главе. И всем доброе утро, кто нас смотрит в прямом эфире, кто нас смотрит в записи. Всем доброе время суток. Нашим постоянным участникам уроков еще больше доброе время суток, потому что потому что в Торе очень важно постоянство. И в жизни важно постоянство, и в Торе важно постоянство. А у нас уже почти 700-й урок идет подряд. И это очень постоянство и невероятная сила. Капля, которая капает на камень постоянно, вот капает, 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 делает дырку в камни. Это самое, можно сказать, полезное качество, если ты занимаешься правильной вещью. А Тора это правильная вещь. Поэтому здесь постоянство становится самым важным. Да, шаву атом. Всем здоровья, благополучия. Все. И мы сразу приступаем, сразу мы приступаем к изучению. Давайте вначале повторим первых два отрывка, которые мы на прошлом уроке изучали, чтобы как связать. Потому что третий и четвертый, они, это следствия первого и второго. Они как бы разворачиваются, смысловая, смысловая такая часть в 20-й главе. Значит, первый был отрывок. Царь Соломон нам сказал, что делает насмешником вино и делает животным крепкий алкогольный напиток. И каждый, кто как бы привыкает и взять увлекающееся ими, он не будет мудрецом. То есть у него слетает вся его божественная мудрость, потому что божественная мудрость это очень высокая такая вещь, такая как... Представьте, божественная мудрость тонкая, такая глубокая, высокая. А человек, когда выпивает, вначале становится насмешником. Ему все смешно. А, там Бог сказал. Он теряет страх. Да, страх это начало служения, служения Богу. Страх это очень важная вещь. И потом, когда он выпивает еще крепкого алкогольного напитка, он становится как животное. То есть у него включают... Продолжают работать только инстинкты, а все, чему он учился, все его запреты, правила поведения, можно, нельзя и так далее, сразу все это сносит. Это он нас предупреждал в первом отрывке, насколько нужно быть осторожным с алкоголем, насколько алкоголь просто сносит у человека его настройки, вот эти вот тонкие, тонкие такие вот интеллектуальные настройки, просто сносит алкоголь. Да, предупредил. Прямо надо было бы этот отрывок писать на алкоголе. То есть вот царь Соломон предупреждает, да. Есть Минздрав предупреждает, а это нас царь Соломон предупреждает. Дальше нам приводит он, к чему это может привести. И что, второй отрывок, что как лев, словно как лев рычит, так же гроза царя, да. Имеется в виду что? Что Бог, он даже в спокойном состоянии, ну грубо говоря, да, это очень такое грубое сравнение, но Бог создатель мироздания, тот, кто постоянно мирозданием управляет. Даже в состоянии, когда он не гневается ни на кого, это все равно страшно. Это как гулять по атомной электростанции. То есть дикая энергия, которая при любой искре, она превращается, как вот сейчас был в Ливане этот взрыв, вот так вот стояла баржа, стояла одна искра, бах, и нету берута. Так вот, когда надо помнить, что Бог, все-таки это не игрушки, это совершенно очень, ну это высшая реальность, это как царь царей. И это как, когда ты с Богом начинаешь, просто даже есть из десяти заповедей, есть одна заповедь, не упоминать имя Всевышнего в сует, ну просто так, типа, между делом, да, потому что упоминаешь имя Всевышнего, это ты как бы включил с ним связь, а ты в этот момент, может быть, не готов. И митабро, хотэйнавшо, и тот, кто переступает его волю, он грешит против себя, потому что, когда человек, он вспоминает Бога и тут же грешит, то это он включает прямо вот эту вот искру, которая потом бах, сносит полберута. Дальше, и вот мы подошли к третьему отрывку. Сегодня у нас третий отрывок. Третий отрывок так звучит. Кавот ляиш шевет мэрив, веколь эвиль ит гала. Дословно переводится так. Так, почет для человека воздержаться от ссоры. И каждый грешник, эвиль это грешник-скептик, ит гала, он в этот момент ссоры, он как бы и раскрывается его суть. Значит, понятное дело, что люди все разные, и, как говорят в Израиле, что у каждого Абрама своя программа, у каждого додика своя методика, у каждого пиника своя лирика, и все люди разные. И в одном все люди одинаковые. Каждый думает, что он прав. Каждый думает, что его модель мира, она правильная, она вот прям вообще. Все хотят как лучше, и вот две страны, например, воюют. Каждая за родину, за правду, за мир, и друг друга убивают. А где же это правда, если они друг друга убивают, и каждая за правду, за мир, за, и послушать каждых этих руководителей идеологов, так они просто все святые, а вторая сторона злодеи. И так бывает сплошь и рядом. Не только между странами, а просто между людьми. Между, между людьми возникают ссоры, и в каждой ссоре, каждая сторона думает, что она права. Прям вот реально, почему, кстати, интересно, что вот даже у детей маленьких, даже у детей маленьких, у них есть вот этот вот тяга к справедливости, к честности. Вот они дерутся за что-то и кричат оба, это не честно, ты ведешь себя не честно. Второй, нет, я веду себя честно, ты не честно. То есть, а где же здесь честность? Каждый видит, это на царь Самон, мы до этого уже учили в Мишле, что коль иш, яшар баенав. Каждый человек прям в своих глазах, и путь человека, азах, то есть, он чистый в его глазах. То есть, по-простому, по-народному, если взять народную мудрость, в которой отразился этот принцип, то человек видит в чужом глазу соринку, а в своем бревно не замечает. Это как бы такая просто, ну вот, реальность. Факт, факт, как работает психология, жизненность и так далее. Теперь, говорит нам царь Соломон следующая вещь, что если возникает ссора, то кого-то почет для человека отдалиться, воздержаться от ссоры. Объясняют комментаторы по двум причинам. Первая причина, что когда ты вступаешь в ссору, то ты провоцируешь вторую сторону, не на то, чтобы она согласилась и сказала, да, ты прав. А ты провоцируешь вторую сторону на еще более, более виток глубокей ссоры. И если вторая сторона, она, она, ну вот, есть люди такие грубые, там, и так далее, то ты как бы можешь, началось все с мелочи. Я вот сколько там слышал случаев, когда один другому делал замечание, а заканчивалось это том, что один другого убивал, массовая драка, конфликт там, ну и так далее. То есть так по улице шел человек, второй курит, он ему говорит, здесь нельзя курить. Тот говорит ему, пошел ты, тот я пошел. И пошло, поехало, один убил другого. Ну, надо им было вообще разговаривать даже, да, каждый, наверное, думал. Есть известный анекдот, когда один шел по улице, и к нему хулиганы пристали. И пристали хулиганы к нему, забрали у него что-то, побили его, и он, и они уже уходили. А, не так, он сидел вначале плакал, плакал такой, сидит один и говорит, зачем я их позвал, зачем я их позвал. Второй спрашивает, а что ты плачешь, что расскажи. И он говорит, вы понимаете, хулиганы ко мне пристали, побили. И они уже уходили, уже прям эта толпа отошла. И тут я смотрю, лом на земле лежит. И я им кричу, эй, козлы, а ну идите сюда. Они возвращаются, я беру этот лом земли, лом металлическая палка такая, хочу взять его, а он к земле примерз. Это зимой дело было. И он говорит, сидит, плачет, зачем я их позвал, говорит, зачем я их позвал. И вот это то, что намекает нам царь Соломон, что почет для человека, не связываться со скандалом, с конфликтом. И каждый грешник, Ивелия это грешник-скептик, который не понимает, что есть Бог, какие-то законы, он раскрывается в этом конфликте. И он уже тогда в конфликте, он, я помню, когда-то я смотрел, есть такой даже в спорах, метод Жириновского, да, в конфликтах, в спорах, значит, я обучаю вот как раз этому методу, говорю, вы знаете, в конфликтах люди иногда ведут себя, вот в спорах, в дебатах, как Жириновский, вот есть такой стиль поведения. И показываю одно видео, в котором Жириновский, он во время дебатов, он вот прям конкретно, человек ему говорит, вы знаете, вы делали так-то, так-то и так-то, ваша партия делала так-то, так-то и так-то, там, брали взятки, еще что-то, еще что-то. Он сидел, его слушал, потом его слово наступает, и он говорит, посмотрите на него, говорит, это же сумасшедший, это шизоид, он ему говорит, ты шизик, ты псих, и он начинает просто на этого человека нападать, как на личность, что он, и потом он кричит этим, которые передачу сделали, вы, говорит, как сумасшедшего в студию пригласили. И вот на этом закончились все дебаты, то есть он не ответил ни на один довод, ни на одно слово, ничего, он просто, значит, напал на личность, на человека. Я говорю, что есть такой метод, и лучше с такими людьми не связываться. Поэтому, а царь Соломон нас с утра предупредил, он говорит, если ты хочешь быть человеком уважаемым, не связывайся с конфликтами, со скандалами, потому что каждый грешник-стептик в нем проявится, и, возможно, этим грешником-стептиком будешь ты. Есть такая, тоже я сейчас вспомнил такое выражение, что из двух спорящих, это мне когда-то от отца слышал еще в детстве, он мне говорил, не спорь с людьми, не спорь, потому что из двух спорящих, когда люди на деньги спорят, кто прав, и так далее, один дурак, а другой подлец, и не хорошо быть ни тем, ни другим, потому что тот, кто знает, что он выиграет, он негодяй, он хочет, ну, как бы забрать у второго деньги, он знает, что он выиграет, а тот, кто спорит, не зная, он дурак, то есть, зачем же ты споришь тогда, если ты дурак, то есть, в конфликте нет выигравшей стороны, потому что даже если ты докажешь второй стороне, что она не права, то она на тебя обидится, и тебе где-то отомстит, и вряд ли еще поверит, что вторая сторона не права. Хорошо, вот такой вот нам урок, конечно, тяжело держаться, но эти три отрывка не связаны, когда человек пьяный, он становится глупый, когда человек глупый, у него внутри поднимается эмоциональная сфера, неконтролируемая разумом, когда у него поднимается эмоциональная сфера, неконтролируемая разумом, то тогда он может спорить, ругаться, конфликтовать, и в этот момент он создает предпосылку, в которой Бог ему отвечает тем же, то есть, Бог это реальность, которую каждый включает своим, изнутри своим отношением к реальности, своим поведением. И теперь четвертый отрывок. Четвертый отрывок нам дает невероятный, невероятную нам дает четвертый отрывок, значит, ну вот я считаю, что это схема, которую если человек ее осознает, поймет и будет в жизни использовать, она дает в жизни наибольшую пользу. То есть реально это фантастический принцип, который большинство людей вот категорически не понимают и живут вообще по-другому. Значит, четвертый отрывок двадцатой главы, он звучит так. Значит, вот такой вот простой, казалось бы, принцип. Значит, объясняю вот на наш современный язык. Раньше для того, чтобы получить еду, нужно было зимой пахать, то есть вспахал землю, посеял, потом ты ухаживаешь за урожаем, отгоняешь там ворон, жуков колорадских каких-то, да, молишься все время, молишься, чтобы этот урожай взошел. И потом приходит лето, и ты его собираешь. То есть было все время, награда была отложенная. То есть этот принцип, он людям, которые работают в сельском хозяйстве, он очень понятен. Но из-за того, что мы последнее время, мы отошли от сельского хозяйства, большинство людей, и еду покупают только в магазинах, сломалось вот это вот представление о том, что награда, она отложенная, причем отложенная очень далеко. То есть в сельском хозяйстве понятно, посеял сейчас, собрал через полгода, яйцо положил в инкубатор, вырос там через 21 день, вырос цыпленок, вылупился, потом цыпленка ты кормишь 5 месяцев, потом он начинает нести яйца. То есть все время вот те же примерно полгода между твоим напряжением, вкладом и работой, и получением результата. Теперь, когда человек этот принцип понимает, он понимает, что вот у меня есть неделя, я работаю, шаббат это как метафора грядущего мира. То есть шаббат это 1,6 ламаба, и ты в шаббат получаешь следствие того, что ты наработал себе в неделю. И точно так же, когда человек живет свою жизнь, он понимает, что награду он получит потом в духовном мире, то есть для него это как бы очевидная схема. Он же видел, как зерно, которое падает в землю, потом из него вырастает какое-то растение, да? Он понимает, да, будет воскрешение из мертвых, ничего здесь нет удивительного. Зернышко, оно в земле вроде бы гниет, а из него вырастает целое огромное новое растение, да? То есть ему понятно, так же будет воскрешение из мертвых. Он понимает, что ты пашешь, 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 ну в течение жизни ты работаешь, потом будет рай, будешь отдыхать. Тоже понятно. Теперь, обычные современные люди, в большинстве своем, они хотят сразу получить награду. То есть, сделал сразу, а желательно вперед. Ты мне вначале заплати, а потом я что-нибудь сделаю. Это как бы психология современного человека, который все время не готов напрягаться. И он не готов, он не просто зимы ленивый не пашет. Вот здесь написано, раньше было зимы ленивый не пашет. То есть, ему зимой холодно, зачем пахать. Потом пришло лето, а он говорит, а дайте же покушать. А нету. Теперь, современный человек, он в принципе не готов работать долго ради какого-то там результата через год. То есть, он готов посмотреть. Раньше было там, люди смотрели YouTube, были хотя бы фильмы полтора часа. Сейчас 20 минут серия, сейчас TikTok 15 секунд, человек смотрит 15 секунд, следующее, следующее, следующее. То есть, человек не готов напрягаться вообще. Люди становятся вот такими вот, не просто ленивые, а гиперленивые. И как следствие, придет лето, а нету, нету. То есть, все в этой жизни, большие результаты досягаются, когда ты много-много действуешь, 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 действуешь. И потом собираешь урожаи. Все. Вот такие вот два очень, сегодня мы изучили глубоких, серьезных отрывка, которые дали нам колоссальную пищу для размышления. Теперь задача их применить. Вот применить. Как их применить? Тот, кто... Самый простой способ, это тот, кто учит для того, чтобы обучать, тому помогают с неба и учить, и обучать. Поэтому нужно сделать какой-то свой такой резюме и обучить этому резюме кого-то, вот кого угодно. Хоть поделитесь, хоть кошке расскажите. Тоже нормально. Может, эта кошка, эта душа какая-то сюда вернулась, ей приятно будет. Теперь дальше. Дальше тот, кто учит для того, чтобы делать, тому с неба помогут и учить, и обучать, и запомнить, и делать. Вот как применить эти два отрывка? Вот это вот главный сейчас вопрос. Как их в своей жизни применить? Как не отказываться от любых споров и конфликтов? Это прямо вот сделать себе принцип. Я не спорю. Как знаете, есть известный анекдот, когда приехал один журналист в поселение долгожителей. И он приезжает, значит, спрашивает одного, вот вы как, говорит, стали долгожителем? Он говорит, я кушаю там зелень, я веган, и вот я очень много тренируюсь, очень много тренируюсь, и вот мне там сейчас сто лет. Второго спрашивает, а вы как стали долгожителем? Он говорит, а я как стал долгожителем? Я, говорит, я ем сбалансированную пищу, много тренируюсь, сплю, рано ложусь спать. И вот это для меня главный принцип. Рано ложу спать и много двигаюсь. Ну отлично. Сколько вам лет? 120. Он третьего встречает, 110. Третьего встречает, третий вообще такой в идеальной форме, веселый, радостный. Он ему говорит, а вы как стали долгожителем? Он говорит, вы знаете, у меня простой очень в жизни способ, я ни с тем не спорю. Вообще никогда ни с тем не спорю. И у меня поэтому я долгожитель. Журналист ему говорит, да не может быть, что вы рассказываете? Вы что, без спорта, без веганства? Он говорит, да, просто ни с тем не спорю. Тот, да не может быть. Тот говорит, ну не может так, не может говорить. Как одеть? Значит не может быть. И ушел. А там был еще четвертый, а четвертый вообще он идет дальше. Он четвертый вообще такой старый вообще, вообще просто. Он ему думает, вот это вообще, наверное, самый древний долгожитель. Он ему говорит, скажите, а вы как вообще живете? Как вы там питаетесь? Какой ваш секрет? Он говорит, я пью каждый день две бутылки пива, а вечером водки 350 грамм. И значит ем жирное, соленое, острое. Ну бухаю и тот ему говорит, вот это метод, вот это чудеса прям всевышнего. А сколько же вам лет? Тот говорит, 59. А выглядел старше всех, да. Все, значит всем хорошего дня. Не спорить и тренироваться. Тренироваться это как раз яркий пример отложенного удовольствия. Когда ты тренируешься, тебе тяжело, а когда ты потом чувствуешь себя великолепно, ты здоровый, тебе приятно и легко. Это как раз то, где сегодня можно применить принцип отложенного удовольствия. Тренируйся летом, осенью, зимой, весной. Спорт, физические упражнения. И тогда ты будешь долго жить здоровым, крепким и счастливым. Все. Всем прекрасного дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok